Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги «Исход». И сегодня мы будем делать обзор 37-й главы. С 1-го стиха по 9-й говорится о том, как велось изготовление Ковчега Завета. С 10-го по 16-й изготовление стола для хлебов предложения. С 17-го по 24-й изготовление светильника для скини. С 25-го по 28-й стих говорится об изготовлении жертвенника для сжигания благовоний. И в окончании главы говорится об изготовлении мира и благовоний. Это 29-й стих, последний стих 37-й главы. Каждый из этих объектов мы изучили с вами по ходу чтения книги «Исход» и имеем представление о том, что из себя представляли эти объекты. Здесь говорится об изготовлении и сборке всего необходимого для того, чтобы святилище Божие состоялось. Но мы более подробно рассмотрим изготовление Ковчега Завета, потому что это очень такое знаковое действие, имеющее огромный смысл. Тем более, что в понимании древних Ковчег символизирует сердце верующего человека. И мы читаем с 1-го стиха и ниже. «И сделал, веселил Ковчег из дерева сетим, длина его два локтя с половиной, ширина его полтора локтя и высота его полтора локтя. И обложил его чистым золотом внутри и снаружи, и сделал вокруг него золотой венец». Золото внутри и снаружи может указывать на то, что каждый христианин является царственным священником по благодати. Он должен сиять царственным достоинством не только снаружи, но и внутри, чтобы внешнее соответствовало внутреннему, а внутреннее имело бы выражение во внешнем. Венец золотой, о котором здесь говорится, это то, чем должна увенчаться жизнь каждого верующего человека. В книге «Апокалипсис» рассказывается о том, что спасенные люди стояли в белоснежных одеждах и золотыми венцами на головах. Третий стих «И вылил для него четыре кольца золотых на четырех нижних углах его, два кольца на одной стороне его и два кольца на другой стороне его. И сделал шесты из дерева сетим, и обложил их золотом, и вложил шесты в кольца по сторонам ковчега, чтобы носить ковчег». Шесты символизируют в данном контексте нашу готовность продолжать страстование по этому миру. Ведь земная церковь называется странствующей или воинствующей. И шесты обозначают нашу готовность подняться с любого места и перейти на другое место, если это от нас потребует Господь. И сделал шесты из дерева сетим. Мы помним, что сетим – это твердое дерево, это акация, и это такое дерево, которое не поддается гниению. И сделал двух херувимов из золота чеканной работы, сделал их на обоих концах крышки. Одного херувима с одного конца, другого херувима с другого конца. Выдававшимися из крышки сделал херувимов с обоих концов ее. Были херувимы с постертыми вверх крыльями и покрывали крыльями своими крышку, а лицами своими были обращены друг к другу, крышки были лица херувимов. Херувимы в контексте того, что ковчег представляется сердцем верующего человека, это ангельская готовность исполнять любую волю Бога, которую он нам поручит ее исполнить. Мы знаем, что ангелы, в том числе и херувимы, столь стремительно исполняют волю Бога, что для каждого действия Господь всегда посылает нового ангела, нового херувима, чтобы он совершал то служение, которое ему поручает Создатель. Тем более, что мы помним, некоторые отцы говорили, что Бог и создал людей для того, чтобы восполнить число отпадших ангелов. Таким образом, мы и называем святых людей земными ангелами, небесными человеками. И то, что ковчег Откровения, а именно здесь Бог собеседовал с Моисеем, как раз голос Божий звучал между двумя крыльями этих двух херувимов, лица которых были обращены одно к другому, это может косвенно указывать на то, что Бог собеседует с нами тогда, когда мы, как ангелы, покорны Ему во всем. Потому что ангелы никогда не прикословят Богу, и ангел, посланный с поручением от Бога, это и есть само то поручение, которое Господь осуществляет в таком формате. Обращенность ликов херувимов друг к другу может указывать на принцип братолюбия, без которого мы не можем узреть Бога, ибо мера того, как мы относимся к другим, может оказаться мерой того, как Господь отнесется к нам. Итак, мы с вами сейчас сделали обзор этой главы. В основном, каждый из этих образов, которые здесь описаны, мы уже ранее их рассмотрели. Если будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем читать 38 главу этой книги. Подписывайтесь на библейский портал «Эксегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах на нашем портале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова